Привет, Иси! Это Анцестер, мы продолжаем наш с тобой обезьянью эволюцию, и сегодня я открыл для тебя очень интересную вещь. Смотри, у нас здесь куча камней, но нам интересен именно вот этот вот. Это у нас точильный камень. Я не знаю, почему его назвали точильный, но смотри. Это именно точильный камень. Вот он. Написано, точильный камень из гранита. Дело все в том, что если точильный камень, ты подразумеваешь, что ты будешь что-то им точить, то нифига, в этой игре ты будешь... Смотри, что делать. Берем, значит, вот этот вот наш красный листочек, кладем его на камень, и вот таким вот образом все это делаем. Смотри, кашица получилась. Теперь мы этой кашицы можем наесться. Тем самым мы получаем защиту костей и защиту от мороза. Получается, что этот инструмент нам нужен для перемолки растений. Но никак не точилки. Короче, вот такие вот дела. Ну и весь прикол в том, что вот эта, кажется, она намного эффективнее, чем я бы просто ел листву. Помимо листвы, мы можем с тобой также измельчить еще и вот это растение. Берем наш перемолочный камень. Буду его называть перемолочным. И делаем, кажется. Вот такие вот дела. Ну что, банда? Предлагаю выдвигаться. А ну все сюда. Подходим, подходим. Пойдемте брать палочки все. С этой горстью берем по палке. Это ваше оружие. Идите, подходите, берите. Ну что за дела? Что ты не можешь с этой кучей взять, что ли? Палку. О, дела. Ох уж эти обезьяны. Ладно, раздам. Буду как в школе. Ходите раздавать всем конфетки. Только вместо конфеток у нас палки. Усо! Всем раздам. Покинаем, значит, наше жилище. И идем исследовать мирок. Здесь интересное такое место. Много интересной живности, которую мы ранее не видели. Например, вон там, вот смотри, конь. Конь стоит. Сейчас мы его занюхнем. Вот так вот. Короче, это не совсем конь. Это зебры. Они, правда, странные какой-то расцветки. И что самое главное, эти кони. Первые животные, которые на нас не кидаются. Они нас боятся. Смотри, я сейчас подойду. А оно сейчас убегает от меня. Вот это удовольствие. Просто шикарно. Первое животное, которое от нас гасится. И не нападает. Очуметь. Даже несмотря на то, что они стадом тут. Бегают, бродят. Что мы здесь имеем? Мы имеем здесь какую-то новую территорию. Пойдем-ка разузнаем, что это за территорией. Походу, похоже на болот какой-то. Зебры. Вы же не против, да? То, что я здесь у вас пображу. Делаем открытие. Лесное болото. Ну, такое себе местечко. Я так понял, сюда зебры на водопой приходят. Здесь просто куча зебр. Крокодил! Сейчас мы на него нападем. На тебе в пасть! Палка сломалась, кстати. Ё-ё-ё-ё-ё-ё. Бежим, 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 бежим. Палку, палку дайте мне. Палку. Спасибо. Блин, надо палки заточить. Но весь прикол, что крокодил убежал от нас. Он тоже испугался. Нашли, короче, какую-то пещеру огроменную. И там есть какие-то белые грибочки. Или это цветочки. Надо туда спуститься. Прям очень любопытно. А, ну, это, короче, просто цветочки. Ничего с ними делать нельзя. Ни подобрать, ни понюхать, ни покушать, ни полизать. Ладно. Тогда спускаемся вниз. Я слышу там странные какие-то звуки. Уверен, что мы чего-то там сейчас найдем. Ого. А это что за растение такое? Ну-ка, давай возьмем. Посмотрим, что это такое. Новая еда. Плод Акуконтеры. Давай попробуем на вкус. Надеюсь, не траванемся. Вроде можно есть. Тут у нас еще есть и пещерочка. Неужели мы здесь сейчас встретим сороконожку? Ну, это было бы неплохо. Я бы на нее напал. Оу! Здрасте, мордастя. А вот тебе и сороконожка. Куда это ты ползешь? На меня, что ли? Ну, сейчас ты отведаешь по моей остренькой палочке. Как настоящий Ассасин Скрит, блин, на нее взобрался. И возил в нее свою острую палку. Вот так вот. Блин, жуткие насекомые тогда были. Ужас просто. Новый нейрон сформировался. Называется Атаковать. Здесь я где-то видел камушки. Надо будет сейчас сделать острию. О, ловкость рук открыли. Шикарно. Ребята, кушайте, кушайте. Сороконожку. Нам нужно усвоить хороший метаболизм, чтобы мы были все ядны. Мы могли есть все. Жалко единственное только одно, что я не могу вытащить палку свою из этой сороконожки, которую я вонзил. Ну, ладно. Я без нее обойдусь. Опять забрели в какое-то укрытие. Называется оно Горное ущелье. Дело в том, что у нас уже все мартышки, ну, большей частью, постарело. Значительно они... Ну, им тяжело передвигаться. Нужно бы сменить поколение. А лучше бы эволюционировать. Поэтому мы сейчас в этом Горном ущелье замутим себе небольшие лежаночки. О, Хисуля, привет! Надо тебя отсюда прогнать. Поспать легла, да? Сейчас. Мы тихонечко застрем себе палочку. Подойдем со спины. И... О, блин, палку сломал. Ладно, не беда. Здесь еще есть палки. Хватит орать, макаки. Вас же услышат. Так, на нас напали. А я палку не застрял. Я застрял палку. Че, кто напал-то? Ребят, давайте-ка мы его, это... Ататашке ему покажем. Куда побежал? Стой! А кто на нас напал-то изначально? Видимо, здесь было два... Леопарда. Леопарда. Или тигра. Че он здесь охранял? Какие-то кости. Не, ну здесь очевидно, что жил Лёва. И я думаю, что... Он сюда вернется. А пещера там какая здоровая. Может, там медведь где живет? А, это проходная пещера вроде. Вон, 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 смотри, смотри, крадется. Ползет на свою лежанку. Обратно. Это засранец. Так, а где камушек? Вот он, этот камушек. И, по-моему, мы знаем, что это за камень. Да. Турмалин. Ладно, брать мы его не будем. Давай лучше прыгнем на тигру. Вот отсюда, вот так вот. Опа! Здрасте! На тебе камнем. Блин, а почему камнем? Я хотел в него палку воткнуть. А ну иди сюда! На тебе палочку и в пузо. Будешь знать, как нападать. Палку мне дайте срочно. Срочно палку. Братиш, спасибо. Плохо, что в него надо будет пять палок затолкать. Опять камнем. Ну ладно, буду камнем долбить. Эээ, куда побежал? Там стая моя. Ты охерел? Блин, я еще тут упал. Палку бери, палку бери. На еще одну тебе палку. еще нейрончик сформировался я такой блатную сейчас мы разберемся с этим тигром блин я правда кровоточу это не очень хорошо куда он убегает от нас а а вот он и тигруня пока мы тут лечились сейчас покажем вам где кустина мать вы убили черного саблезубого тигра все-таки это тигр ой-ой-ой-ой-ой-ой нифигасе блин из-за камня правда не видно было что там сделал но походу я ему еще и морду набил да ребята да 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 красавцы красавцы давайте мы эту тушку разделаем а вначале надо смотреть я ранее таких не убивал новое место сбора туши черного саблезубого тигра был бы прикольный с него косточку достать который я бы мог оброняться значит разделываем тушу нормальное место ребята сейчас поедим не какая-то сороконожка нежная тигрины а вон кстати дубина лежит отлично сейчас еще косточку свистнем палочку мне кто там дубину схватила дай мне и пожалуйста дубиночку мне пожалуйста выдайте и и костя вая дубина есть шикарно теперь я вообще опасный на районе знаешь что мне любопытно могу ли я эту кость где камушек заточить проверим не походу не могу ладненько давай сейчас по быстренькому лежаночку здесь намочим а так вот и тихонечко эволюционируем что у нас там пооткрывалась куча чего-то там на атаку открылась посмотрим что это такое у нас контр-атака вы сможете быстрее готовиться к нападению на агрессивное животное ну такой себе а этот нейрон вы сможете быстрее готовиться к нападению на хищника так себе тоже а здесь чего активируйте нейрон с помощью нейронной энергии чтобы создать условия для развития ловкости рук вот это полезно крупная моторика вы будете чаще получать желаемые результаты при использовании инструментов вероятность правильного применения инструментов возросла шикарно ладно эти нейрон тоже прокачаем пусть будет энергии все равно до кучи папа папа тигреныш смотри помнишь в прошлой серии блин где моя дубина 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 ладно кулаками полечу плохая была затея это тот тигр который нас прошлой серии еще преследует обалдеть это прикинь как мы далеко отошли я он все нас выслеживал жесть он злюка капец я думал он с тремя палками в боку уже откинулся где-то вот и утречка наступила обожаю здесь утро оно такое красивое а наша цель сегодняшнего утра это идти в сторону сахары точнее не сахары а саванны да мы идем саванну все таки ну что товарищи обезьяны вот мы пришли шли шли всю жизнь опа вот он тигруля этот злостный на те дубиной удары руками почему руками я ж дубина его лупасил нет не дубиной а ну стой куда-то побежал надо его поймать надо срочно и поймать а то он так и будет нас преследовать ночью на нас напал днем из кустов выпрыгнул офигевший тигр вообще бессмертный я бы сказал тигр какой-то ладно ты посмотри на этот вид какой он классный вот она саванна на нас ждет мы такой путь сюда проделали а там кто стоит это лев что тут такой а тигр точно надо аккуратнее здесь обойдем их лучше сторонка потому что их двое нас конечно сколько на штуку раз два три 4 5 6 7 8 9 10 нас конечно 10 но у них так клыки и когти ух чую сейчас будет жаре наконец-то мы дошли до саванны будем греть свои попочки загорать скидывать свою шкуру я не знаю ну короче становиться человекоподобными потому что я надеюсь что в саванне нет морозов и шкура нам в принципе здесь не нужно ой ты чё буйволы что ли офигеть буйволы здорово дай-ка я вас занюхну занюхнуть не могу кстати они по-любому опасны у них очень острые рога надо подойти как-нибудь к ним очень осторожненько очень осторожненько блин страх ай-яй-яй-яй-яй как нехорошо все мы расширили территорию в саванне теперь можно здесь блуждать тихонечко не фигасе ты бэтмен летаешь тут с палкой а это чё за камни такие пойдем к понюхаем разузнаем чуть такое а вон я еще буйволов хотел понюхать познакомиться с ними ребятки ребят кстати это похоже на огромные муравейники что ли буйволы здрасте я против вас ничего не имею я просто хочу с вами познакомиться блин ну вот он хочет на нас напасть лала братиш не ругайся да я просто сделаю открытие вот сделать открытие найдено новое дикое животное африканский буйвол это хорошо теперь пойдем посмотрим что это за муравейники или термитники я не знаю осмотреть чё там чё там муравишки ползают не видишь ничего мне кажется что это термитник все-таки да точно термитник новое место сбора кажется я теперь понял для чего нам нужна палочка из хвоя берем этот лопух очищаем делаем палочку и пойдем собирать муравейшек или термит ну-ка смогу ли я это сделать достать точно смогу теперь понятно зачем это палка нужно было найдено новое применение инструмента погружение мы что-то достали там с тобой смотри давай смотрим ухт сколько термитов кислинки сейчас будут походу новая еда термиты ну давай кушай как шашлычок да только из муравейшек кисленький а еще ты посмотри сколько там ползает у так ребят вы наверняка тоже хотите попробовать как и я поэтому идем за мной у нас здесь кровоточащий примат есть так значит товарищ приматы день школы у нас открыт сейчас я вас научу как делать палочки для термитного чупа-чупса берем значит вот этот лопух давайте хватайте лопух пошла стая за лопухом красавцы те куда-то вообще в лес пошли не потеряйтесь только и чунгачкуки с детишками еще полезли а это наверно самки вот курица он нашли лопух отлично тащите свои тощие задницы сюда так теперь перекладываем в другую руку ребят прикладываем да молодцы а теперь делаем вот так опа очищайте красавцы вот этот правда не смог потому что у него два предмета в руках он сам не сообразил как разобраться с этим ну ладно будет голодать будет без чупа-чупса блин как бы здесь буйвол спугнуть а ну термитник отошли о чупа-чупа-чупс термитный нас ждет ну чё вы здесь бродите а ну чё вот вам здесь надо возле термитник о это плохо очень плохо ну все он убежал в принципе вроде никого не закоцал нас делаем следующим образом палочку перекладываем в другую руку ага и достаем термитника и потом вот так вот кушаем чё-то как-то походу наши обезьяны не допедривают как это делать я один с этой палкой как дурак хавы о кто это кто на нас но вот где кстати моя дубина пошел вон а то сейчас пол буду дубиной получишь о нифига си да это сложновато против них драться он мне кое сломал ладно 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 ребят уходим уходим нам здесь делать нечего колено повредил плохи дела о медок висит как бы этот медок достать бы слушая может быть тоже палку от лопуха использовать как думаешь о здрасте блинский почему у меня в этот момент было был стебелек от хвоя не успел вот возле дубины лежал не успел и схватить просто ох уж это тира как он мне до канал пойдем короче медок попробуем достать при помощи этого стебель к ну-ка-ну-ка достать могу достать ты смотри действительно при помощи этой палки при помощи этого стебля надо мед доставать медок сладенькая да вообще обалденно давай кушай вот он чупа-чупс вот это настоящий чупа-чупс сладенький термитник это конечно не то там кисленько саванна тут конечно капец какая здоровая надо быть здесь очень внимательным и чуть не потому что мама что ли или мне кажется подожди по-моему там мамонт ходит или меня глючит ладно не важно нам сейчас нужно дойти до первого укрытия и сменить поколение вот нашли какое-то местечко интересное здесь даже озерцо надеюсь крокодилов там нет не плавают они там но там по-моему буйвол сидит а нет мне показалось о еще и страх на нас напал ну вот территория расширена и вот это место это наше новое поселение здесь мы пожалуй остановимся надо открыть эту точку делаем открытием саванна укрытие с огромной аркой фига си территория служба по моему лухари люкс себе отгрохали озерцо саванна тепло и деревья даже есть что под солнце спрятаться так значит обосновываемся здесь ребятки это наша новая хатха твоюши налево за как ты мне достал надо срочно палку взять палку бери палку бери да какой ложится опять подкарулю пока я без оружия палку дай палку 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 кто-нибудь дайте вот дубина отлично схватил на тебе усатый проказник а ну иди сюда где ты надо с тобой уже разобраться достал меня в убежала убежал сэкуха один раз нападет и сваливает смена поколения 15 лет спустя ну вот еще 15 лет прошли как не знаю что член ста и мертв от старости у нас погиб кто-то кто 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 именно у нас появились новые генетические мутации ну раз мы сменили поколение предлагаю еще и эволюционировать эволюционный скачок в ходе эволюции вы стали тем кого называют орорион человек тысячелетия вы переместились вперед во времени на 7 миллионов 170 тысяч восемьсот семнадцать лет назад теперь вы вернетесь в свое время к сородичам интересно в каком месте мы очутимся подожди 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 чё 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 мы эволюционируем и становимся людьми прямоходящие макаки отлично макаки приматы простить меня мы же приматы наше новое поселение обосновалось возле какой-то пещеры рядом с горами а где вода наверно в пещере смотри глаза то такие уже разумные у мартышек этих ну чё сказать о если раньше мы замерзали то теперь нам жарко ты посмотри здесь очень жарко в этой саванне ребята нам нужно что-то найти прохладное каким прохладительные напитки там газировочкой еще чего лучше в пещерку спрятаться в пещерах всегда прохладно но мне кажется это нам не помогает оси ты посмотри на их лица у них очертания уже появились такие более-менее человеческие или мне просто так хочется видеть не знаю но по крайней мере вот эта обезьянка за которую я играю она прям реально разумная какая-то что ли в общем чё хочу сказать мы профукали нашу дубинку блин реально дубинку профукали она осталась там в том поселении ах ладно придется новый сделать в общем на сегодня это все мы добрались до саванны теперь нас ждут жаркие деньки и новые опасности если тебе нравится то есть тебя лайкос коментос а также подписочка если ты еще не подписан а я пойду прохлаждаться в пещеру на этом все пока увидимся в новом видео о да как здесь хорошо прохладненько так хочу жар-то с меня не спадает